Здарова, уважаемые подшипники! Сегодня я вам расскажу одну историю, в которой русские эмигранты во Франции утихомирили арабов. Русских в Европе не любят. Почему? Потому что просто боятся. Боятся как что-то необъяснимое и непредсказуемое. Вот история, которая случилась во Франции в небольшом городке Авеньон. В один из маленьких магазинчиков завозят свежевыпеченный хлеб. Вкусный, тёплый и ароматный. Местные жители, французы, занимают очередь и ждут, когда товар выставят в специальные корзины. Ожидание немножко затягивается, минут на 10, но никто не возмущается. Но вдруг появляется зло. В магазинчик заходят пятеро шумных бородатых эмигрантов-арабов и забирают из корзины все багеты, только что выложенные на прилавок. Громкие арабы проходят мимо очереди к кассе, чтобы расплатиться, а французы безмолвно провожают их взглядом. Повисает тягостное молчание. Французы понимают, что простояли в очереди зря и хлеба им сегодня не купить, благодаря арабам. Но, тем не менее, все толерантно молчат. Как вдруг в тишине очереди хрипло и угрожающе звучит фраза на неизвестном французом языке. Чё за хуйня? Из середины очереди медленно вылезают три мрачных полулысых типа. Так появляется второе зло, и французы как-то неосознанно спустили свой взгляд в пол. Второе зло медленно подходит к первому злу и неотвратимо забирает у арабов все багеты. Очередь съежилась во всех местах сразу, а дальше происходит то, что ломает европейский французский мозг окончательно. На обратном пути к своему месту в очереди русские отдают каждому французу по батону в одни руки. И, судя по потрясенным лицам людей, отказаться от хлеба они не могли, даже если не собирались его себе покупать. После того, как у каждого француза оказался в руках один батон, русские взяли и себе по одному багету. Второе зло победило первое зло. Очередь в безмолвном и культурном шоке. В тишине слышны только мысли французов. Это русские. Русские не только могут силой забрать хлеб, но и заставить его съесть. Если русские могут голыми руками навести порядок, то что они могут сделать при помощи автомата или подводной лодки? Видимо, русским очень неуютно, если где-то творится несправедливость. Уважаемые подшипники, если вам не понравился видосик, ставьте ему дизлайки и устраивайте срач в комментах. Чувствуйте себя как дома. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok